Сегодня день, когда из Одессы до Паркан решили строить железную дорогу. Случилось это в 1845-м. Князь Воронцов представил Николаю I проект конки. Железной дороги, вагоны, по которой должны были тянуть лошади. Конную железную дорогу собирались протянуть из Одессы через Тирасполь до села Парканы. Предполагалось, что к Бендерам и Тирасполь будет свозиться зерно, там загружаться в вагоны и по железной дороге отправляться в порт. Эта логистическая схема в будущем оказала огромное влияние. После появления своей станции и связи с Одессой стали расти и развиваться Тирасполь, Бендеры и многие села по пути. Но изначально проект Воронцова признали слишком дорогим и отказались давать деньги из казны. Вагоны тогда тянули запряженные кони. Первые паровозы стоили очень дорого. К тому же средняя скорость конки была небольшой, максимум 8 км в час. Перспективный проект отложили на 25 лет. Уже после смерти Воронцова, когда паровозы подешевели, деньги нашли. В 1863 начали строить железную дорогу до Тирасполя. 12 августа 1867 в Тирасполь прибыл первый поезд из Одессы. Маршрут был настолько важен, что мост через Днестр в Парканах построили за рекордные полтора года. Без него на переправе собирались огромные очереди. Еще спустя несколько лет в 1871 железную дорогу продлили до Бендер и дальше до Кишинева. Продолжение следует...